Дом 2 Дом 2 Дом 2 Ольга Бузова старалась сделать все возможное, чтобы настроить Стаса против Насти и разрушить их отношения. Ее мечта осуществилась, ребята больше не вместе. Ну а сама Оля уехала в романтическое путешествие вместе с Романом Третьяковым. Май и Солнце поссорились и до сих пор не разговаривают. Сегодня их ждет вселение в пятизвездочный домик. Возможно, оставшись наедине, они наконец выяснят отношения. Дом 2 Привет, Мишка. Добрый день. Я уже заждался. Когда-то соберешься. Ну что, готова? Да. Волнуешься? Да кто еще волноваться-то должен? Спасибо большое. Ты или знакомишься с родителями, я или ты. Ну что, подключались? Да. Настюха тебе дала письмо? Да. Волюция? Да. Тогда поехали. Ну все. Спасибо этому дому. Уходим к другому. Мы скоро вернемся. А? Мы скоро вернемся, Мари. Так. Уходим. Пойдем. Осторожно. Там только гитара и все? Или что-то еще? Какая гитара? Вещи. Ага. Вот в сумке берут только гитара или что-то еще? А какая гитара? Зачем мне гитара с собой? Здравствуйте. Я тебя спросила. Ты берешь гитару, ты будешь ждать? Так это шутка такая. Ну и я по форме сумки подумала, что... Так, все. Ты хочешь пойти со мной курить, да? Да. Вот смотри, три яйца. Сейчас руку-то забью. Угу. И пойдем сразу. Так, что-то я хотела сказать. Нет. У меня бойцы порвался. Старайтесь. Грустно? Нет, ничего. Сейчас сам не добычу, сейчас суматоха. А мне грустно. Грустно? Саша, как мне? Представляю. Я вообще прям сегодня начала, последнюю ночь прям сегодня засыпала. Такая дума. Последняя ночь. Отличие вас, женщины. Хочется не интереснее. Ну, книжки это все, конечно, хорошо, но... На практике лучше. Ну, опыт самое главное, конечно. Ну, большой опыт тоже плохо. У тебя много партнеров было? Или мало? Каждый следующий второй. Всегда. Каждый следующий всегда второй. Ну, было много, на самом деле. Ну, как это лучше? Были? Были. Больше десяти. Нет. Спереди. Я бы хотела одна даже жить так вот в домике. Так здорово здесь вообще. Ну. Ну. Завтра езжу на снегоходах кататься. Кто? Я. С кем ты едешь? С Трешкой. Трешку пригласил меня кататься. Трешку пригласил? Я никого не приглашал. Чего ты умил? Подожди, чего ты умираешь? Я хочу чай. Может быть, ты сделаешь мне чай? Мне будет очень приятно, если ты мне хоть один раз сделаешь чай. за две недели. Не хочешь мне сделать чай? Хорошо, я сам сделаю чай. Какой ты хочешь? Какой ты будешь чай? Я не могу так делать, когда ты ведешь себя как идиот. Веди себя так, как ты хочешь. Давай я буду стоять и делать. Делай сама, как хочешь. Не ори на меня. Во-первых. Во-вторых. Я говорю, при чем здесь? Не надо. Я уже устал от этих претензий. Кто тебе не устраивает, кто тебе не устраивает. Делай сама. Чего ты это делаешь? Я говорю, делай сама. Давай я буду стоять здесь. При чем здесь две недели? Делай сама. Делай сама. Я это услышала уже. Я так... Тогда не надо мне контролировать. Я хочу каждый. Делай чай, как ты хочешь. Я же тебя не учу жить. Я не говорю тебе, как тебе надо себя вести и как что делать. Пожалуйста, делай сама свою жизнь. Не надо в мою жизнь мне делать, говорить так, как мне надо себя вести. Я же не говорю себе, как ты неправильно себя ведешь, что стоишь здесь и там не говоришь. Я что, себя сейчас неестественно веду, что ли? Я это начал вытаскивать его с такой барабаной вообще. Степ, в нормальной жизни люди так не вытаскивают. Делай сама. Может, ты чай не сделаешь? Сделай мне, пожалуйста, чай. Сделаешь чай? Пауза затянулась. Не хочешь? Хорошо, я сам сделаю чай. Случайно, футболевая? Да, Стас. Кто жрелышница у меня? Что это? Принесла она. Не знаю. В смысле, принесла она. Наверное, я вот, знаешь, к какому году пришла? Пришла к такому году. Легче, когда тебя любят, а ты нет. Вот он сейчас пытается в другую сторону. Мама всегда говорила, никогда не надо любить, не надо. Пусть нравится. Ты позволяй себя любить. Вот так вот. Она у меня по такому принципу живет. У нее все мужчины все ей делают. Я так живу. Так она, по-моему, да? Ю-ху! 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 Товарищи, идет делегация. Миссионеры из Франции. В квартирах облигации. Здрасте. Здрасте. Давайте, подходите поближе. Я думаю, что уже вот сейчас мы покажем людей, которые будут жить в вашем доме. Давайте. Идите ближе. Сюда. Вы должны встать вот сюда. Нет, ну нас не надо ничем обливать только. Ну, встаньте сюда. Вот сюда встаньте. Как я уже говорил, вы все уже слышали. Вот эти люди, вот эти несчастные люди будут жить в этом прекрасном доселе домике. Ну, встаньте яку. И как я уже говорил, так. Все. Все. Тогда давай ответное слово. Давайте, встань, Нелидов. Мы выселяем Нелидов из домика курики по Смосковье. И выселяемся сюда, и будем сами тут жить. Заведем хомяков, и бобров, и верблюда. И как взрослые будем, без трусов мы дружить. А пятизвездочный домик у реки, забирай, Нелидов, свои портки, и уноси отсюда ты свою бабу. А пятизвездочный домик у реки. К нам часто в гости не ходи. Пятнадцать рож мы будем видеть здесь не рады. Вот такие пироги. Давайте, быстренько. Вас сейчас еще заселим, мы-то уже все. Из зеркала. Так, зеркало. Здорово! Здорово! Ну, я хочу сказать речь о любимом мае солнце. Огромное вам спасибо за звездное небо над головой, за теплоту и уют вашего домика. Какое, что значит. Вот. Ну, даже как-то грустно от того, что мы выезжаем. Ну, хоть и я одна выезжаю. Да, да. А у нас вообще просто фотографируется пришло. Здесь, в этом домике, я провела самое счастливое время на этом проекте. И огромное спасибо всем, кто нас сюда заселил. И нервничает. Нет, нет. Расслабься. 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 Сегодня вечером вас ожидает приятный сюрприз, который вас очень сильно удивит и который вам понравится. Я надеюсь. Очень жалко, что выезжаем. Я приезжаю. Наверное, эти слезы, наверное, для того, чтобы вы меня не выселили, чтобы я жила третья. Ну, в общем, в этом доме сейчас, несмотря на то, что тут были и ссоры, и многое-многое, но в этом доме сейчас атмосфера любви, теплоты, добра. И сегодня ночью, когда вы ляжете на кровати, над вами зажгется звездное небо, зажжется звездное небо, оно поможет вам помириться, и в этом доме снова будет любовь и секс. Хочу предупредить, то, что ночью холодно, поэтому вам придется спать вместе и водить. А, нельзя. Вам нужно прижаться к себе. Все, давайте согреться. А вы приходите к нам в гости. Попробуем пожаловать. Давайте. Ну все, давайте. Кому и ход? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я живой человек, я хочу чувствовать. Ты что, не чувствуешь, что она тебя любит? Ксюш, я могу говорить, мне сложно. Ну, Майюш, ну чего ты, ну подожди. Дом 2. Дом 2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Зимовка. Любовь против холода. На ТНТ. Добрый день! Сегодня у нас Миша и Камила уехали знакомиться с Мишиными родителями. А готовить обед остается солнце и май. А убираться будут Наташа и Елена. А остальные все за мной на стройку! Ю-ху! Евгений Михайлович, это мой парад. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада! Очень рада познакомиться! И на очередь, да? Познакомились. Ну как? А это все благо. Это все благо, конечно. Вот много Мишишка рассказывала про собачку-то. Крошка, здравствуй. Как дела? Да? Ну, да. Ну, смотрите-ка. Похоже, похоже. Вас Мишка есть, а? Евгений Михайлович. Я ревнаю маму еще не увидела. А, ну маму еще не видела, да. Мишишка рассказывала, что сначала вроде как вы не сильно были благосклонно настроены. А теперь вроде как уже и... По-разному бывает, да? В жизни, да. В жизни, да. Как будто мои два друга еще пришли. О! Да? Я хочу с ними еще. Ну, давайте. Здороваться. Давайте. Ой, ё-моё! Давай, давай! Положите, ну что ли, скажи! Ну, я не знаю. Ты поначалу знаешь, что я бы тебе просто дал прозвище «Человек-косяк». Что пасеков-то напорол? Это просто кошмар. Это я не знаю. Ну, негатив, давайте. Негатив, да. Ну, что сейчас, я не знаю, что сказать. Ну, я, в принципе, я не понимаю. Все-таки, мне кажется, с Камилой-то тебе серьезно? Ты знаешь, что я с ней сюда приехал, наверное, что-то, да? Ну, то есть, никакого пафоса нет ничего. Нет, такие отношения, в принципе, это нормальные, нормальные. Эй, шурик! Не, лучше, конечно, девушек для тебя, и там нет. Я не знаю, что я с ней сюда приехал. Здравствуйте. Привет, мама. Привет. Ой, как бы давно не виделись. Я тебя хочу поздравить с днем рождения и пожелать, чтобы ты всегда была такой же разноцветной, такой же красивой, как эти розы, и чтобы всегда у тебя было только красивое, красное-белое, 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 и этого было очень много. Мужики, что вы делаете-то? Без голосования, Настасия Дашко, черное яичко заселили в домик. В домик. Я вам сейчас забью. Так, тихо. Строим любовь. Я Ксюша Бородина, это Оскар. Любимая, я так ждал, чтобы вы заселились в домик. Любимая моя. Сейчас не выпустят. Мужики, тихо. Маюш, ну что у вас происходит? Вы с вчерашнего дня так и не помирились. Ксюша, вот до вчерашнего конфликта я, я думал, мы поговорили и кое в чем разобрались, когда долго разговаривали, но столовая сняли. Ни в чем мы не разобрались. Мань, ну складывается такое ощущение, что вот вы говорите друг с другом как будто на разных языках. Вы говорите, но не слышите друг друга. Все, все не то. Я знаю одно, я не буду бегать за ней на цирлах, туда-сюда. Мне сложно говорить сейчас с тобой. Изначально человек неправильно понимает. И воспринимает все буквально или как выгодно, или как, я не знаю, в таком свете, в дебильном. Это неправильно. То, что я хотел, то, что я хотел от нее, не заключается в приготовлении еды. Ну не готовит она, пусть она не готовит. Ну хорошо, но ты понимаешь, что это глупо, когда два взрослых умных человека ругаются из-за того, положить колбасу в яичницу или не положить? Май. Я понимаю все это. Да ну не в этом, это только повод. Ну не из-за колбасы же мы ругаемся, не из-за кружек. Это только повод. И на этом только... Ну повод для чего? А в чем причина тогда? Я живой человек, я хочу чувствовать. Что, не чувствуешь, что она тебя любит? Ксюш, не могу говорить, несложно. Ну Майюш, ну чего это? Ну подожди. Ну подожди, ну что с тобой такое? Ну что с тобой? Ксюш, я устал, я не буду бегать за ней. Ей не нравится такой образ жизни. Придумывать все сложности, жить в депрессии. Майя, ну она тебя любит, ты это понимаешь или нет? А чего ты сам себя заводишь? Ты же заводишь себя на пустом месте сам. Чего ты думаешь, что тебя никто не понимает, Майя? Вот объясни. Я вот реально сейчас, у меня такое ощущение, что ты считаешь, что тебя никто не может понять. Так и есть. Мне кажется, я говорю о каких-то сверхсложных вещах. Мы ругались вчера, я пытался умириться. Она с ума не разговаривает. Еще раз, еще раз подтверждать. Мне все это не нравится совсем. Ты же первый шел на контакт, а она не шла тебе навстречу? Да, прошли сутки, вот сегодня мне приготовила завтрак. Она тебе? Она опять все, ту же яичницу склывается. Опять все, этот стеб такой. Ну это не стеб, это жест. Знаешь, Майя, вот странно, вы тоже мужики, странные люди. Ты воспринимаешь вещи, которые вот я бы тоже так бы сделала. Что мое, что вчера мы поругались, а сегодня я смирилась. И вот тебе яичница с колбасой делает эту сумму. И ты опять на это реагируешь как-то не так. Я не хочу. Сейчас я многое прощаюсь за того, чтобы сохранились отношения. И она это чувствует, понимает, она этим пользуется постоянно. Права она, не права. Она все время ждет то, что я должен прийти и попросить у нее прощения. Я больше не приду. Это больше у нас упрямым бараном. Да, буду упрямым бараном. Не сложится ничего, значит не сложится. То есть больше ты к ней ходить не будешь? Не буду. Ну вот как ты оцениваешь эту ситуацию? Я человек, как вы из-за этого можете ругаться? Я не знаю. Я не знаю, как можно не ценить, как можно... А если не ценишь, то нет, не ценишь. Если тебе что-то не нравится, то... Ты понимаешь, что ему не нужно вот это все? Ему это все не нужно. Ему нужна ты. Ему нужно... Чтобы ты его обрюла, чтобы ты его поцеловала, чтобы ты его поджила. Чувствуй твое тепло. Я уверена, что... Если бы я было нужно, то мы бы вчера меня до слез не довели. А меня можно доводить до слез ограниченное количество раз. Чем он тебя вчера довел до слез? Я тебе говорю о том, что вчера было нескончаемое количество... Я не буду разговаривать. Прекратим, ничего. Не волоси. Не прекратим. Что с вами с собой не происходит, а? Ничего такого. Это же у меня сильная девочка. Ничего. Ксюша, вот ты подумай, как надо обидеть сильную девочку, чтобы она плакала. Ты понимаешь, что то же самое сейчас было с ним, с Солнцем? Чего вы делаете друг с другом? Вот я не могу понять. Вот зачем вы друг друга убиваете? Зачем вы друг друга доводите до слез? Вам же самим потом плохо от этого. Ведь он чувствует себя сейчас точно так же. Да нет, Ксюша, не верю. Очень просто. Да нет, ты можешь поверить? Я только что с ним была. Девочка с коняной косяки, а потом на этот татуэток кричать. Я ее люблю. Это очень просто, понимаешь? Он мне говорит о том, что он не чувствует в тебе искренности, какой-то любви к нему. Ему нужно твое отношение, твоя любовь. Ксюша, когда было отношение, мне были высказаны претензии именно в том, что отношение не проявляется. Понимаешь? Я спросила, в чем проявляется должно отношение? Мне перечислили чай, кофе, яичницы. Если у меня есть отношение, и если человек его не видит, скажите мне, как его показываете. Мне сказали, я показываю. Но Майя говорит со своей стороны, что ты его подстебываешь, что ты смеешься и превращаешь в фарс то, что для него важно. Что для него важно? Ну, какие-то вот вещи, я не знаю, ты над ними стебешься. А он через меня перешагивает и плюет на меня. И разговаривает со мной так, как никто себе не позволяет. Я говорю еще раз, что доводить меня до слез можно ограниченное количество раз. Ну, тогда зачем это все? Спроси, мальчика, зачем мне надо доводить? Ну, он говорит, спроси у тебя. Ты понимаешь, что это замкнутый круг? Кто-то должен быть умнее из вас. И я говорю, чтобы умнее была ты. Ксюша, а я не хочу. Я вчера была умнее. Слушай, ну, понятно. У меня тут очень много такие барана, вот скажем. Кто-то должен просто подойти, поцеловать и без слов это все забыть. Иначе это будет как-то. Без слов не будет ничего. Обязательно. Без этого никак. А нельзя вначале помириться, чтобы все успокоилось, пожить спокойно. И потом разобраться с этой ситуацией. Ты понимаешь, что любая, опять ваша разборка, придет к очередной ссоре. И вы никогда не помиритесь. Прекрати, ну что такое? Ну что у вас происходит-то? Слушай, ну ладно. Прекрати, прекрати. Слушай, Санис, прекрати. Ты слышишь меня? Ты сильная девочка. Слушай. Хватит. Хватит, Санюш. Ну чего ты плачешь-то? Ксюша, ты надоела просто. Мне нельзя доводить, реально нельзя. Мне моментально меняется отношение к человеку. Просто по щелчку. Мне не будет как у Дашко, понимаешь? Один раз меня довели, все. Я оценила, мне больно. Мне не надо так, как больно, все. Схожу к маме. Я с какой целью? Я хочу, чтобы вы поговорили. Да не будет она разговаривать, Ксюша. Поговорить ты с ним не хочешь? Да не буду я. Слушай, ну вот два барана каких-то. Ксюша, сколько можно, а? Сколько можно делать шаги навстречу? Давай еще привезем, давай. Я говорю, может мне на коньянках подползти, пятки полизать, чтобы простили. Так непонятно за что. Я об этом хочу, чтобы вы поговорили. Хочу его позов. Я первая начинаю с разговора. Не буду. Я сказала. Май, ты. Делай, что хочешь. Я тебе говорю. Ты знаешь, что ты всю жизнь прав. Почему, Май, объясни. Кто тебе дал это право считать, что ты самый великий на свете человек. И во всем прав. Ты никого не слышишь. Элементарно. Солнце, это мы. Мы пришли к тебе. Солнце, не плачет. Ребята, ну вы же реально любите друг друга. Ну что вы как два барана уперлись. Ну вы же сами создаете для себя проблемы, которые вы потом не сможете решить никогда. Потому что все разрушится. Все равно не вредничайте во живом. Все, я вас отсюда не запущу. Я буду стоять сзади и держать дверь. Солнышко, давай это будет закономерность. Мы с тобой будем ругаться, а я все время буду к тебе подходить, говорить, что я не прав, извиняться, и мы будем мириться. Ты так хочешь? Нет, я хочу, чтобы мы издевались, как вчера. Хочу слышать хамство, ввести хамские действия, делать шаги. Первый, второй, третий. И дальше получать агрессию, игнор. Мне вот так хочется. Я всю жизнь мечтала жить так, понимаешь? Чтобы человек говорил, что он меня любит, а делал вот так. Всю жизнь мечтал. Солнышко, то, что сейчас происходит, называется амнипуляция. Такого не будет. Правильно. То, что вчера происходило, называется унижение, перешагивание, ломание личности. Этим занимался вчера ты. Мне было больно. Мне было больно, и ты довел меня до слез. Тебе нравится такой образ жизни? Нет. Тебе нравится придумывать проблемы и жить в депрессиях? Тебе этого не хватает? Нет, мая. Если не будет причины, ты придумаешь это на ровном месте. Мне нравится легкость бытия. Мне нравится, когда меня любят. Мне не нравится, когда меня унижают. Поверь, никому не нравится, когда его унижают. Мне тоже это не нравится. Вот. Мне тоже это не нравится. Я что, долб***ь? Мы с тобой разговаривали. Я не договорила, мои извини, но я закончу, наверное, да? Меня нельзя доводить до слез. А если можно, то ограниченное количество раз. Потому что каждый раз, когда мне делают больно до слез, мое отношение к человеку меняется. Солнышко, это твое право. Ты вправе жить так, как хочешь. Правильно. Если тебе не нравится, живи так, как хочешь. Я ползать за тобой не буду. Это я за тобой с яишенками, со всякими, понимаешь, ползать не буду. Мы с тобой договорились говорить кому что, кто что хочет, кому что нравится, потому что мы это не чувствуем. Мы с тобой роботы. Мы с тобой договорились говорить это. Я сказал. И когда я увидел реакцию, я пошел на попятку. Все отлично. И я сделал все лучше. Я больше не могу говорить. С таким лицом все нормально и все отлично, да? Да. Дорогая моя, крути как хочешь. Делай, что хочешь. Почему ты считаешь, что ты всю жизнь прав? Почему, Майя, объясни. Кто тебе дал это право считать, что ты самый великий на свете человек? И во всем прав. Ты никого не слышишь элементарно. Солнце, я не прав во всем. Я во всем не прав. Ты это говоришь каждый день, а потом делаешь так, как тебе хочется. Я плохой. Нет, плохая ебанка своему мнению. Если ты не хочешь налаживать каким-то образом отношения. Подожди, еще куда, еще ты налаживаешь? Куда мне еще делать? А я же на порцию наложила. Все, больше ничего нельзя сделать. Нет, колени, подползли. Сколько можно, Майя? Солнце. В общем, так больше не будет, Солнце. Да, Майя, так больше не будет. Моих слез больше не будет. Все. Да. Да. Все, я считаю, что я могу идти. У тебя есть еще что сказать? Подстрахуйся, да. Вот вдруг я скажу, что ты показала мне спину и убежала. Очень жаль, что ты не признаешь своих ошибок. Да, действительно. Вот очень интересно послушать трагическую речь. Героиня, не давай. Очень жаль, что ты до сих пор, даже сейчас, продолжаешь меня унижать своими словами. И, наверное, не видишь в чем. От этого еще обиднее. Очень жаль, что для тебя это норма поведения в отношении со мной. И очень жаль, что после этого ты будешь кидаться какими-то громкими словами по поводу любви. Очень жалко. И я тебе хочу сказать, мне очень понравилась твоя вот эта вот проходочка с речью. Но есть один нюанс, что я тебе пыталась там сказать, что нет. По поводу того, что я уверена и заинтересована в продолжении отношений. Продолжение отношений. А не такого отношения, как у тебя сейчас ко мне. Я думаю, что все сказала. Ты показала мне спину и ушла. Я думаю, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Я еще решила. Что ты решила? Пойдем, давай, поймем. Сейчас я зрягу. Тачку можно даже вернуть. Ой. А где она ушла? Последняя фраза. Знаешь, какая-то. Борис очень сильный. Я не померюсь. Что случилось? Ну, ничего, человек слишком уверен, что я никуда не делаю. Так, зачем ты делаешь? Все. Все. У меня устроили театральную постановку. Ой, мы жертва. Мы опять жертва. По какому поводу? Вы разговаривали, что ли? Да. А, разговаривали? Да. Ну, он сказал, зачем он так? Или нет? Мишка, о чем разговариваете? Если человек ни в чем не виноват, а во всем прав. А во всем виновата я. В том, что я делаю единицу, виновата я, понимаешь? Господи, как обоисть. А теперь я строю себе жертву. Что-нибудь непонятно, что мне нравится так жить? Мне нравится истерировать, плакать. Что-нибудь непонятно? Что с ним происходит вообще? Звезет. Ну, на шестой месяц жизни решила, что он главный. Все. Ты меня сломал. Ты ее сломал? Ты зачем? Я ее ломал. Я думал о себе. Я умею быть тварью, но меня надо довести до этого. И сегодня довели. Мне кажется, я даже хуже, чем Батанэр. Я тоже умею быть такой. Всем довели, да? Я ничего не услышал с того, что хотел. Никаких таких трогательных вещей. Я слышал пафос, громкие слова, страдания. Ну, соответственно, очень нравится. Дорогие друзья, вчера мы с Наташей совершили выгодный обмен. Мы поменяли жилплощадь 18 квадратных метров на 200 квадратных метров. И мы счастливы. Встречайте все, не сообщайте все, что принадлежит. Извините, Сашенька. Когда одни счастливы, другие бывают несчастны. Несмотря на 18 квадратных метров. Солнце и май, я знаю, что у вас была крупная ссора сегодня. Я думаю, что мы не будем сейчас это здесь обсуждать. Но есть вопрос, который я не могу вам не задать. Вчера ребята вселили вас в домик. Учитывая, что вы даже сидеть сейчас не хотите рядом, как-то нужно решить этот вопрос и ответить вам самим, прежде всего, на него. Будете ли вы жить в этом домике, будете ли вы там ночевать. Вот, собственно, и все. Солнце, тебе вопрос. Ну, раз вопрос мне, я отвечу. Это была не крупная ссора, это был разговор. В разговоре тоже этот вопрос упоминался. И был получен ответ, что делать нам там нечего. Получен ответ от Майя? Да. А ты хотела остаться там жить? Конечно, нет. Вот. То есть ты тоже не хотела жить там? Ну, в общем, да. Тогда зачем говорить получен ответ? Просто сказала бы, что мы решили. Я задала вопрос. Да, мы, я не могу сейчас говорить мы слово. А если бы Майя сказала, что нет, я хочу там жить? Ну, его проблема. Майя, ты так и есть? Ты действительно не хочешь жить в домике? Сейчас, сегодня был разговор, и я ни о чем не жалею, кроме того, кроме тона, каким я говорил, и кроме манеры разговора. Меня до сих пор самого тошнит от этого. Ну, может быть, сейчас время как-то извиниться? Я хочу извиниться за то, как я это говорил. А то, что ты говорил, ты не жалеешь об этом? Нет, не жалею. Вот. Что касается домика, проект от жизни отличается тем, ругаемся мы или не ругаемся, мы всегда вместе. И в жизни, наверное, после такого разговора людям необходимо было бы побыть наедине и подумать над своими действиями, над своим поведением. Я не знаю, как это сделать, но вместе нам быть сейчас, я думаю, точно нельзя так тесно, как люди живут в домике. Может быть, наоборот? Нет, не наоборот. Хорошо, тогда другой вопрос. Вы кому-то конкретно хотите уступить домик или у нас будет голосование? Я думаю сегодня над этим. И, коль уж ситуация форс-мажорная, что вчера только заселились, а сегодня вот такая ситуация, то я думаю, что было бы уместно провести голосование. Ну, хорошо, у нас, я знаю, что Камила и Миша, которых здесь нет, претендовали бы на этот домик, потому что вчера, вы знаете сами, они очень хотели туда въехать. Я хочу спросить, хочет ли кто-то еще постараться вселиться в домик. Саша с Наташей, давайте. Давайте. Да вы чего? Только вещи не будем вам помогать. Да. Саша, прими решение. Для меня это сложный выбор сейчас, и мне его надо обсудить. Ну, обсуди с Наташей, пожалуйста, мы вам не мешаем. Привет, Наташа. Привет. Второй микрофон дайте, Наташа. Мне не надо второй микрофон. Нет, ребят, вам надо принять решение. Вчера вы уступили свой домик. Вы дольше всех жили в домике и впервые, как ты мне сама сегодня сказала, поселились в доме. Ты знаешь, что есть Камила и Миша, которые тоже хотят вселиться. Сейчас вы должны принять важное решение, да или нет. Нет, я не считаю, что Миша с Камилой парой, потому что они сами об этом не сказали. И вчера было лобное место, и они не сказали, что они пара. Саша, ну это уже призвало, что идет. Это формальность. Ты же знаешь, что люди хотят туда въехать. Ребят, сегодня... Саша, сейчас от тебя просто один вопрос. Вы претендуете на вселение в домик или нет? Претендуем. Все, отлично. Тогда сейчас... Нет, дождите. Надо спросить Наташу. Все-таки пара это два человека, а не один. Саша, нет. Но она сказала... Наташ, нет. Она не сказала. Может быть, действительно, раз мы уже все шмотки собрали, имеет смысл им дать пожить какое-то количество времени, чтобы они решили, разобрали свои отношения и так далее. Она сказала вчера, что или же мы вселяемся, и у нас все... Ничего не получается, или у нас все получается. Наверное, я считаю, что имеет смысл попробовать их заселить. То есть ты отказываешься заселяться, претендовать сейчас на второй домик со мной? Я не отказываюсь, а в общем, да, претендовать. Именно поэтому я хотела бы осуществить, конечно, с тобой это не на лобном месте, и не за... Саша, отчасти ведь она права. Действительно, вы уже настроились на переезд в большой дом. Все же я настаиваю на том, что так быстро в домик не надо... Ну хорошо, давай тогда вас рассудят. Тем более, Михаилу симпатично, Таню. Давайте тогда вас рассудят ребята, и они же решат. Я хочу сказать последнее. Я, Саша, ни на чем не настаиваю, и если ты так решишь, я буду только счастлива с тобой. Ребята, вы сами все увидели и сами сделали для себя выводы. Я хочу, чтобы вы проголосовали. Против какой пары вы голосуете? Наташа, Саша или Камила, Миша? Степа. Я за то, чтобы вселился Камила с Мишей. Вселилась пара Камила и Миша. Против Саши. Против Саши и Наташи. Спасибо. Ален. Я за то, чтобы вы вселились с Сашей, с Наташей. Против кого? Против Камилы и Миши. Спасибо. Стас. Ребята уже настроены, я против голоса для Наташи и Саши, пускай Камила с Мишей немножко пожил. Спасибо. Настя. Они вчера действительно очень хотели заехать, Миша и Камила, поэтому я голосую за них. И я надеюсь, им надо... Против кого ты голосуешь? Против Саши и Наташи. Спасибо. Таня. Я очень хорошо отношусь к Мише и Камилой, но я не вижу, не считаю их парой, во всяком случае, я этого не почувствовала. Но я думаю, что им нужно дать шанс. Поэтому я против Наташи и Саши. Спасибо. Я в любом случае всегда буду за своего мужчину, и поскольку я тоже хотела бы с ним жить в домике, естественно, я проголосую тогда против Камилы и Миши. Спасибо, Саша. Сегодня был чудесный последний день, последнее утро в домике. Все посоленое теперь уже. Наташа приготовила мне чудесный кофе, мы бодрячком чувствовали себя на стройке. И я рад, что мы... Что я говорю? Против кого ты голосуешь, Саша? Миша. Прости, Саша. Я проголосую против Саши и Наташи, потому что так уж случилось, что второй домик стал местом, где пара выясняет свои отношения. Стасу с Настей это помогло. То есть ты хочешь уберечь Наташу и Сашу от такой участия? Нет, я хочу реально дать шанс Мише и Камиле, и я думаю, что неделю им вполне хватит для того, чтобы решить. Надо им это сделать. Спасибо, Леша. Я голосую против пары Наташи и Саши, не потому что я хочу предоставить шанс заселиться в доме Камиле и Миши, а потому что мне приятно общество Наташи, и я хочу с ней общаться. Спасибо. Спасибо, Май. Я голосую против Саши и Наташи, потому что если они туда заселятся, то точно не выгонишь. Таким образом, завтра Камилу и Мишу ждет очень приятный сюрприз. Их заселили в домик. А мы увидимся завтра на телеканале СНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Я считаю, сейчас надо делать так. А я считаю, делать вообще никак не надо. У меня круче все. Слушай, уже разговор был. Не получилось. Как не получилось? Отлично все получилось. Теперь я все знаю. Сейчас не получилось. Нет. Сама не подходи. Никакие шаги не делай. Теперь он должен сделать следующий шаг. К разговору. Сейчас тебе ничего не надо делать. Не будет больше разговора. Каждые слезы мои, они вытекают тем, что у меня меняется отношение к человеку. Так было с первой любовью. Просто есть стихотворение. Сейчас я вам его расскажу. Сейчас он по ухе расскажет. Ты, по-моему, слышала сегодня. Ну, да. Так я должна Пафсона его рассказать. А? Пафсона. Пафсона грязная лица. Давай. Лу-ли-тас там. Да, ну-ли-тас там. Пафсона, а ты меня смотри. Вот сейчас я сядю. Скучу этот х**. Слишком много слёз, больше, чем река В голове вопрос, после, а пока Капли по лицу, может и с волос Больше, чем река, слишком много слёз Слишком много ссор, криков и обид Слишком мало дней, ещё болит Просто вышло так, что теперь стена Просто вышло так, просто я одна Как-то летом мы приехали сюда За проектом наблюдают вся страна Мы мечтали, все пять косты Запроси и остаться Чтоб любовь свою найти 15 клёвых людей на проекте Дом-два, знали Ксения Собчак и Суша Бородина Наня-на-на-на,на-на-на-на-на-на Субтитры создавал DimaTorzok